как без туалета в бане но это еще не все не все расходы которые потребуются то тут до 1 2 3 10 раз посоветуйте внизу в комментариях напишите поссать в бане или не поссать в бане друзья всем привет с вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов я сейчас в цехе наших ефремовских бань и вот на поддоне на основании бани на которой я сижу эта баня у нас будет монтироваться в челябинске она нестандартных размеров здесь ширина блока три метра одного блока ширина мет 3 метра второго блока но помимо этого она еще и по длине больше потому что заказчик захотел во первых сделать тамбур чтобы сразу же не заходить в комнату отдыха а заходить изначально в тамбур в котором будет небольшой гардероб и дальше уже из этого тамбура заходить в комнату отдыха и из этого же тамбура будет вход в санузел в туалет и очень часто меня спрашивают а нужен ли вообще туалет в бане я сейчас вот сюда к видео приложу чертеж данной бани вот вы видите здесь с левой стороны туалет не они бы небольшой тамбур ширина по туалету почти один метр там буквально без нескольких сантиметров один метр дальше у нас идет комната отдыха мойка и парное помещение вот не считая комнаты тамбура вот это вот и санузла остальное все в принципе по длине стандартная но ширина трехметровая такие блоки мы можем перевести только в челябинске ну либо максимум там в екатеринбург где можем договориться о негабарите о перевозе негабарита перевоз негабарита это гораздо дороже чем перевоз габаритного груза так вот здесь заказчик захотел сделать туалет получается смотрите такая ситуация многие люди говорят как без туалета в бане да раньше вообще туалетом в бане не было вы сами для себя подумайте вы часто в бане ходите по большому фиг знает я вот ни разу в бане по большому даже если кто-то захотел в бане по большому сходить ну сходили в дом в дом сходили и там на горшок сходили посидели спокойно если баня в саду и нету постоянного отопления то с туалетом будут проблемы если вы устанавливаете унитаз значит у вас в бане должно быть постоянное отопление там унитаз перемерзнет помимо того что гидрозатвор сам перемерзнет но многие говорили о том что гидрозатвор можно в конце пользования бани взять залить туда незамерзайку то водяной бачок и подвод воды к самому унитазу он то тоже перемерзнет значит это место нужно будет делать греющим кабелем либо постоянное отопление в бане должно быть как минимум в тех комнатах которых у вас находится трубы подвода воды там должно быть обязательно постоянное отопление и получается у человека у которого будет баня с санузлом баня будет стоить дороже во первых из-за того что будут еще помещения под санузел на это квадратные метры помещения они будут стоить дороже во вторых тот же унитаз он будет стоить дороже и в третьих что самое главное вам нужно будет постоянно из месяца в месяц ну кроме летних месяцев тратится на отопление этой бани но это еще не все не все расходы которые потребуются если слив из бани мы можем вывести просто в грунт сделать металлическую бочку либо закопать кольца в которые вода будет поступать в грунт и просто в грунт впитываться то слив из унитаза его нельзя делать просто в грунт мы не можем эти сливы сливать просто в землю вас могут за это оштрафовать здесь нужен либо выкачиваемый септик но полностью изолированный чтобы вот это вот эти вот стоки с унитаза у вас не попадали в грунт и потом приезжает машина а соответственно этот колодец должен располагаться там где эта машина может подъехать и выкачать его либо должна стоять система очистки этих вот ну вот эти вот септики биологической очистки в которых микробами бактериями это все очищается и дальше уже можно им переливать в следующую яму в которой вода будет впитываться в сам грунт ну кто-то поливает этой водой и дальше грядки и это опять же дополнительные расходы так что делать если в бане все-таки захотели в туалет сходить либо ставьте уличный туалет рядом с баней выбежали пописали покакали вернулись обратно либо сбегали в дом домой в туалет либо если толпа мужиков собралась и сидят пьют пиво ну 45 мужиков которые сидят пьют пиво частенько захотят в туалет сходить но соответственно опять же можно выбежать в уличный туалет если это просто семейная баня не планируется употреблять пиво литрами и один разок сходить в туалет то как вы когда сами в душ идете и захотели в душе пописать вы из душа будете вылазить чтобы сходить в унитаз в унитаз пописать вернуться обратно в душ вы скорее всего пописаете сюда же вниз куда сливается вода так я тоже не вижу большой проблемы чтобы в бане если вы не хлопаете там пиво литрами сходить на пол пописали взяли ковшик воды налили и смыли это все туда в канализацию она утекло один разок за за баню пописали два раза даже если не несколько человек будет ничего страшного в этом нету пописали спокойненько водичкой полили и это все утекло в канализацию никакого запаха от этого не будет но если у вас снизу бетонная чаша а я сейчас всем говорю что даже если у вас снизу бетонная чаша то лучше ее сделать кафелем они просто бетоном то тут да раз два три десять раз пописали и запах может оставаться потому что бетонную чашу вы так хорошо не помоете потом и по ней вот эти вот все испражнения будут уходить гораздо хуже тут лучше конечно уже сбегать на улицу но если у вас кафельный пол или как у нас в ефремовской бани проливной пол а дальше жестяные но из оцинковки сливы и пластиковая труба идет с нее стечет очень быстро и там ничего не останется просто водой полили и это все стекло мне интересно как у зрителей у которые которые уже построили баню вот есть зрители которые еще только планируют строительство бани а есть зрители которые построили баню как это я сейчас рассказывал свое мнение какое мнение у вас кто из вас сделал туалет как он у вас функционирует как часто вы сами ходите в туалет зря вы сделали туалет не зря вы сделали туалет посоветуйте внизу в комментариях напишите как уже сказал вот это ефремовская баня она с туалетом обычная ефремовская баня она без туалета если делать туалет то мы баню увеличиваем на метр чтобы парное и мощное помещение оставалось то же самое а туалет у нас прирастает еще одним метром тут можно сделать баню без потери особо транспортных габаритов мы можем убрать у ефремовской бани вот эту вот небольшую террасу а на месте нее сделать туалет но тогда не будет навеса и не будет небольшой террасы а почему их не будет потому что тогда мы не уместимся в транспортный габарит самой фуры у нас не станет два блока в одну машину а придется гнать две машины но в принципе все что хотел рассказать и свои мысли по поводу этого рассказал пишите внизу в комментариях как у вас как вы были в банях без туалета и были ли какие-то сложности как вы ходили в баню с туалетом как вы вы там ее его использовали так что видео было полезно палец вверх ставим на канал подписываемся и подписать в бане не грех разок-два если вы конечно пиво литрами не пьете и там пять шесть мужиков не стоят не сад в парном помещении палец вверх и всем пока